Всем привет! Сегодня я хочу показать вам вечернюю атмосферу в городе Донецке. Сейчас я нахожусь на Донбасс-арене. И сегодня в планах у меня показать обратную сторону города Донецка. Мы зайдем с другой стороны на набережной, там где вообще никогда никто не гуляет. Здесь небольшой пикник. Детвора бегают в футбол, волейбол гоняют. Ну и мы пройдемся в сторону парка Ленинского комсомола. И спустимся на смотровую площадку, где у нас открывается вид прежде всего на Кальмиус. А также с другой стороны вы увидите Донбасс-арену. Вышел вечерком прогуляться, так как активность на канале возросла. Количество желающих людей посмотреть новый материал также в геометрической прогрессии возросла. Поэтому чем больше ваша активность, тем соответственно я выпускаю для вас новые видеоролики. Поэтому я думаю вы уже мне лайк поставили. Не буду напоминать. Я думаю вы и так прекрасно это понимаете. Я стараюсь для вас, но от вас я жду только поддержку. Либо лайк, если вам не нравится, дизлайк. Ну и комментарий по желанию. Ну вот такая вот вечерняя атмосфера. Кто давно не был в Донецке. Может кто-то сейчас живет в Донецке, но не всегда выходит погулять на улицу. Ну и вечером у нас такое вот движение. С 2014 года стадион Донбасс-Арена не работает. И пройдемся мы в сторону парка. Покажу вам, что сейчас там происходит. За розами ухаживают. Единственное, что они уже отцвели. Изначально при благоустройстве Донбасс-Арены делался и этот парк. По евростандартам. Ну вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Также есть в Донецке одна из самых крупных и популярных гостиниц. Это отель Виктория. Там еще внизу есть вот такие статуи. А также фонтаны. Небольшие беседки, где молодожены фотографируются. Либо делают фотосессии. Снимают видеоролики. Вот как сейчас я снимаю. Так они тоже делают это все на память. Единственное, что это очень жарко. Душно. Днем температура достигает до 34-36 градусов в тени. Утром просыпаешься. 7 часов утра. И на улице уже пекло. В 2-3 часа вообще невозможно идти. Ну а сейчас у нас 20-04. Видите, какая красотища. Солнышко как раз там садится. Одна из самых больших скульптур и статуй. Это роза. Выкованная собственноручно. Также на территории присутствует веревочный парк Лень в пень. Полазить по деревьям, по канатам. Ну и одолеть некоторые преграды. По всей территории этого парка расположены детские площадки, карусели, а также смотровая. Одно из тех мест, где очень хорошо просматривается пейзаж самого Донбасса. Как известно, сам край славится своим трудом, углем и добротой людей. Я бы так охарактеризовал этот край. И вот вдали виднеются у нас огромные терриконы. Кстати, кому интересно, террикон это искусственное сооружение. Сделано человеческим трудом. Это порода, которая осталась при переработке угля. То есть уголь отсортировался, а порода, остаток. Вывозится она вот такие большие, огромные горы. Горы Донбасса. И вот так они стоят. Также по периметру террикона высаживаются деревья, чтобы этот террикон не оползал. В свое время, не помню в каком году, Япония, либо Корея, предложила Украине эти терриконы забрать. Так как под землей очень много полезных ископаемых. Но Украина отказалась. И до сих пор они там стоят. Со временем они, конечно, оползают. Максимальная высота террикона составляет порядка 120 метров. Это на шахте Челюскинцев, Петровский район. Сейчас мы спускаемся немножко ниже. Вот там дальше, если вам видно, по задумке там должна быть огромная стоянка. Стоянка для набережной. Вы привыкли видеть набережную со стороны бульвара Шевченко, либо проспекта Ильича. Туда-сюда ходите между этими улицами. Но дальше 85%, как показывает практика, вы не ходили. Поэтому я решил показать обратную сторону Донецка. Так назовем. Некоторые люди даже и не знают, что парк начинается с другой стороны, а также набережная. Ну вот, я решил пройтись и показать вам эти места. Здесь ниже по благоустройству также есть лавочки. Но в основном люди отдыхают там. Видите, какой красивый пейзаж? С левой стороны Донбасс-арена. Там у нас смотровая. И все как днем. Хотя уже вечер. Красиво, как ни крутите. За воздух. Вы и так прекрасно знаете, что здесь он особенный. Куда бы вы ни приезжали, если вы возвращаетесь в Донецк, я думаю, вы этот воздух узнаете из тысячи. Донбасс край индустриальный, промышленный. Поэтому экология здесь так себе. Но ничего не поделаешь. На этом и строилась экономика. На заводах, на шахтах, на промышленности. Там в углу у нас тоже есть площадка. Турники, брусья. Ну, а также небольшие лавочки. Здесь мост соединяет Калининский район и часть Киевского района. Если вы по этой дороге проедете, вы выйдете аж до первой единицы трамвая. И, соответственно, если повернете налево, проедете вверх, выйдете на Донецк-Сити. Что хочу сказать. Места эти такие малопосещаемые, но, что удивляет, нет гор мусора. Это, конечно, большой плюс. Изначально, ребята, если вы куда-то ходите, если вы, особенно на пикнике, выезжаете за город, берите с собой пакеты мусора. Тем самым вы упрощаете жизнь очень многим. Неприятно, когда вы идете и смотрите, а везде вокруг мусор. Тем более вы живете, да даже если и вы не живете в этом городе, я думаю, не каждому будет приятно смотреть на то, что везде грязнота. По задумке, набережная должна также продолжаться и здесь. Но, к сожалению, строительство набережной не состоялось. Единственное, что здесь засыпали все щебенкой. Я сейчас вниз чуть-чуть пройдусь и покажу вам, какие вообще планы здесь были по обустройству набережной. Это цыганский у нас ставок. Здесь также можно заезжать на машине. Люди то шашлыки жарят, то приезжают сюда молодежь кальян покурить. Ну такое. Все равно возле водички как-то поприятнее будет. И гуляют с домашними животными. Также ловят здесь рыбу. Но по рядовому составу рыбы я вам не подскажу. Клюет сейчас, не клюет. Ну вот, как-то так. Видите, были здесь планы достроить набережную. Даже сделали вот такие трубки для проводов. Ну, для дальнейшего разветвления электрической сети. И здесь точно так же по задумке должны стоять фонари, а также лавочки. Но, к сожалению, это не воплотилось в реальность. И вот так мы имеем. Что имеем, то имеем. Давайте сейчас выйдем наверх. Я вам покажу, что же там у нас сверху за пейзаж. Может что-то новенькое вы увидите. Ребята, пишите комментарии. Может какие-то места я вам вообще не показывал. Коренным жителям Дончана. Либо тем людям, которые просто зашли на мой канал. Обязательно делитесь этим видеороликом в соцсетях. Тем самым вы делаете автору приятно. Вечером здесь очень много молодежи. Выезжают по возможности пообщаться. Попить пивка безалкогольного. Кто за рулем. Ну и провести время не дома. а на улице. Ну как и все. Как и все остальные. Я также видел, что здесь некоторые люди учатся водить машину. Поэтому кому интересно, можете взять это место на заметку. Сильно здесь не погоняешь, но какие-то первые любительские приемы, приемы ученика вы здесь можете получить. конечно здесь не сильно большая площадка, чтобы разогнаться там, что-то повытворять, но можно здесь поучиться водить. сейчас я вам покажу сам пейзаж. Там Донбасс-арена. Ну и сама дорога. Идемте дальше. мы сейчас будем пересекать проспект Мира. Это одна из самых оживленных улиц, соединяющая город Донецк, а также Макеевку. Вы сможете по вот этой улице, если ехать прямо, все время прямо, по Гланной, вы сможете выехать в Червоногвардейский, район Макеевки. Ну там еще нужно будет вам пару улиц сменить, и вы там выйдете. Ну вот вам и Донецк с обратной стороны. Многие, конечно, это место знают, но я решил показать вам его, чтобы вы оценили. При понижении давления все букашки и камашки тянутся вниз за счет атмосферного давления. Их давит. И, соответственно, ласточки собирают себе корм. Поэтому вот такая вот вам интересная информация, почему летают низко ласточки. Прежде всего, это сигнализирует о том, что скоро пойдет дождь. Ну давайте здесь, наверное, перейдем дорогу по пешеходному переходу. и будем продвигаться по набережной. Изначально выбрала это место неспроста, потому что здесь все-таки попрохладней. И прогуляемся мы по набережной. Меня очень многие просили показать вечернюю набережную в городе Донецке. Многие вспоминают ее. Кто-то сейчас гуляет, кто-то завтра пойдет погуляет. Кто-то вообще через 5 лет, если будут смотреть этот видеоролик. Сейчас мы будем спускаться на саму улицу. Также, кому интересно, в этом месте забирает воду ДРСУ. И с утра в Донецке кто-то в полтретьего, ну до полчетвертого, до полпятого поливают асфальт. Прежде всего прибывают пыль, ну и во-вторых, немножко остужают его. Так как асфальт имеет такое свойство плавиться от температуры, если примесь битума будет слишком высокая, проделаются такие небольшие процедуры. Сам город Донецк украшен деревьями, очень много деревьев. Так как этот край очень загрязненный по экологии, то по максимуму он засажен деревьями, которые в свою очередь выделяют кислород. Но это тоже я думаю всем известный факт. Вот здесь они спускаются и набирают воду с кальмиуса и потом этой водой поливают. А вы думали откуда эта вода берется? Я тоже раньше не знал, думаю, где они набирают эту воду. А это я недавно сам увидел, как прижала сюда машина с водой и они набирали. Видите какая набережная с другого ракурса. Вот вам и обратная сторона Донецка. Здесь также присутствуют детские площадки, также турники, теннисные столы, где народ может поиграть в теннис. Идем на набережную. Сейчас чуть-чуть поближе подойдем к тем привычным местам, по которым вы гуляете. И я думаю, вы вспомните набережную, кто давно здесь не был. Меня смотрят очень много с других стран. Кто-то уехал по тем иным обстоятельствам, но я думаю, вам прогулка по этим до более знакомым улицам очень интересная. На самом деле, очень много историй есть за Донецк. Все сразу не расскажешь, не покажешь, поэтому, по возможности, когда есть время, выхожу и радую вас новыми видеороликами. Что еще хочу добавить? Прежде всего, на Кальмиусе есть несколько пляжей, где желающие отдохнуть, позагорать, может быть, кто-то даже покупаться на свой страх и риск. Есть такая возможность на Кальмиусе. То есть, прийти, позагорать. Если кто-то сейчас будет из отдыхающих, мы обязательно покажем их. Кафешка. Здесь сидят люди прямо на берегу Кальмиуса. Но сейчас я буду ближе подходить. Скорее всего, что мы переместимся аж за кафешкой, так как играет музыка и могут заблокировать видеоролик за авторское право. Из-за популярной музыки бывает и такое. Так, ну вот, мы переместились. Как я говорил, здесь столики прямо на берегу Кальмиуса. Можно также арендовать и сегвеи, купить мороженого, попить кофе вкусного. В принципе, вечером отдохнуть, расслабиться. Ну, кому что нравится, у кого какие предпочтения. Это мы подходим к первому такому пляжу. Там дальше некоторые вот до сих пор даже играют в волейбол. Можно будет подойти даже и посмотреть. Ну, такая вот вечерняя атмосфера на набережной в городе Донецке. Вот, за первый я пляж говорил. Есть вот даже небольшие раздевалки там на двух человек. Ну, в принципе, можно переодеться, намазаться кремом от загара и позагорать. Ну, сейчас уже вечер, время полдевятого, пока мы спустились в Донбасс-арену, никто загорать не будет. Сейчас мы посмотрим, играют ли в волейбол. Да, играют командами, только я не знаю, какой счет. Также есть шелковица. Шелковица вкусная хоть? Да. Нормальная, да? Ну, в принципе, пляжный волейбол в Донецке на берегу Кальмиуса. Ну, какая подача. Какая хорошая подача. И какой замечательный прием был. Ладно, будем идти дальше. Еще тут не очень сильно много людей, но мы будем продвигаться к тому месту, где людей чуть-чуть побольше будет привычно вам смотреть. Видите, вроде бы с другой стороны зашли и уже все по-другому. все выходят прогуляться, так как кто на работе был, кто где-то на подработке, может, кто-то дома целый день просидел, а вечерком пройтись не мешало бы. там чуть ниже тоже есть какая-то площадка, но смотрю, в теннис играют, также там по левую сторону есть раздевалка для переодевания, для пляжа, в теннис играют, а также футбол что ли, да, ворота есть, только с одной стороны команды вообще на воротах никого нет, это так задумано, либо у них было удаление, не знаю, они играют в меньшинстве, может, гол, кстати, был в онлайне сейчас, празднуют, это грандиозное событие, кто-то в короке поет, ну а мы двигаемся дальше, кстати, ребята, я за этот дом вам говорил, что идет строительство, как видите, кран стоит, он рабочий, ну сейчас никто, конечно, этот дом вечером строить не будет, но как видите, скорее всего, что он будет скоро сдаваться в эксплуатацию, вот так, еще там некоторые люди в комментариях мне писали, что действительно, да, этот дом достраивается, не знаю, когда его достроят, но сам факт есть, по Донецку, в основном, наверное, процентов 95, все новостройки заморожены на неопределенный срок, и квартиры продаются на вторичном рынке, 70% это квартиры на вторичном рынке, ну и новостройки, но стоимость новостроек значительно вырастает с каждым годом, поэтому, как и в других городах, новостройки пользуются спросом, ну по отзывам, я не знаю, эти монолитные стены, все слышно, все видно, не могу вам сказать, ну как бы отзывы за новостройки негативные, очень нужно много материалов для того, чтобы утеплить его, плюс заизолировать от посторонних шумов, поэтому не могу вам сказать по новостройкам, набережная делится на две пешеходные части, это первая, по которой мы идем, и вот там с левой стороны это вторая часть, там точно так же с другой стороны моста можно снять на прокат байдарку, либо лодку, и он покататься, как там вот по центру Кальмиуса плывут люди, это вам тоже на заметку, есть катамараны, кто-то здесь даже на скутере пырял, ну вот это вот вот так рычит, не нравится что-то ему, ладно, мы идем дальше, практически дошли до того места, откуда начинается, ну в основном у всех движение, туда-сюда, высажены здесь сосны, густые иголки, видите, и шишки, шишки уже созревают, и можно делать шишек варенья, кстати, в некоторых городах был, бывает на трассе едешь, и там продают варенье из шишек, настойки делают, ну в принципе разные интересные штуковины, не знаю, ни разу не пробовал, кто в комментариях может быть напишет, что это такое вообще, варенье из шишек, либо настойка, как она вообще чувствуется, запах хвои, Кальмиус изначально это не глубокая река, но все равно для обустройства берега, а также пляжа, здесь выстилано все плитами, то есть, чтобы земля не осувалась, и воду не падала, не разрушала берег, поэтому его так укрепили. Сам город поделен на 9 районов, они между собой связаны соответственно дорогами, а также инфраструктурой, которая делится между собой автостанциями, также есть в каждом районе какие-то свои особенности, парки, скверы, интересные точки, музеи, набережные в том числе, также есть определенная территория, где можно отдохнуть, поехать на рыбалку, либо просто сходить в лес, плавно мы подошли ко второму пляжу, на набережной, это вот здесь он, песок здесь присутствует, но отдыхающих здесь не видно, только единственное вот там на лавочках сидят и все, ну никто не загорает, вы на время гляньте, и вот с правой стороны есть парковка, на которой люди ставят машины, и соответственно ходят, гуляют по набережной, может сидят где-то в кафешке, прокат этих лодок, байдарок, мы сейчас кстати подойдем, спросим, а сколько стоит прокатиться час, чисто ради спортивного интереса, а подскажите, сколько стоит час проехаться? 200 рублей, я понял, 200 рублей за час, ну такие вот цены на байдарках, это вам так к сведению, фух, ну вот мы практически добрались до самого центра набережной, это пересечение проспекта Ильича, и там вот дорога выходит у нас в сторону площади, то же самое узнаваемое место в городе Донецке. Ах, здесь прохладно, хорошо, ну опять, если вы пройдетесь здесь зимой, это одно, осенью, совсем другая картина, третья, это весна, когда все распускается, расцветает, но четвертое, это лето, когда все зеленое, вы сможете облокотиться на мостик, и посмотреть просто, просто на воду, без всяких лишних слов. Чувствуете атмосферу? А? Говорите, чувствуете? Не слышу. А, чувствуете? И я чувствую, только я в реальности это все вижу, а вы через экран. Ну ничего, может быть, когда-то у вас получится приехать сюда, и вы просто будете гулять и вспоминать этот видеоролик, что когда-то вы смотрели это кино через экран, а сейчас вы можете потрогать, к примеру, да, вот этот поручень, и все, и пойти дальше, в реальности потрогать. поэтому я для вас записываю такие видеоролики, чтобы вы немножко окунулись в ту атмосферу, которая, быть может, от вас далеко. Не 10 километров, не 20, а все тысячи, десятки тысяч. Неизвестно, как жизнь повернется, куда вас может закрутить, завертеть. Кто спрашивал за эту кафешку, я не знаю, как она сейчас называется, но она работает. Также есть там москитные сетки, чтобы меньше залетали комары и мошки. Видите, еще цветы не отцвели, но уже они поклонились. Всему свое время кто-то когда-то отцветет, набирает пик и со временем этот пик сгасает и так по новой. Так у нас и жизнь. Родились, пика достигли, как бы вы ни хотели, не вертелись, но итог у нас у всех один, как у этих цветков. Родиться заново. Видите, какое красивое небо. Так же на лодках стоят спиннингисты, походу. Я не знаю, ловят они что-то или нет, но сам факт. Красное, красное небо, значит, ветреное будет завтра. Птицы поют. на набережной это магазин. Там можно купить как мороженое, как воду, ну и все остальное. с пустыми руками сюда редко кто приходит. Интересная краска и контраст цветов. Пасмурно на улице уже, солнца нет, там все красное, я не знаю, как камера передает. Здесь более розовое, там зеленое, кто-то там в белой футболке, кто-то в коричневой, кто-то в черной. это все по-своему красиво. Ну вот мы сегодня и погуляли с вами на набережной в городе Донецке. Показал я вам немножко атмосферу вечернего города. Если вам нравятся вот такие вот простые, но интересные вылазки, обязательно пишите. Пишите, еще раз пишите. Ну а с вами был на канале Виконста. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok